всем доброе утро ребята вот такой вот салат сделал уже чуть отнес вот еще нарезал такой вот свежий салат только что сорвал одуванчик сейчас пойдем покормим посмотрим так ну вот рассыпал пока я их не кормлю сожалению сегодня погонять возможности не будет надо уезжать по делам в общем сейчас пока выпущу вот и посмотрим как они будут кушать не будут в погода пасмурная вот сейчас бы они бы и полетали бы и было бы немного попроще так сейчас и только давай ребята выходите потихоньку посмотрим я им давно вот так вот не давал зимой лук только давал сейчас посмотрим стесняются некоторые надо чтобы покушали более взрослые они уже соображают шарит ну и сейчас и молодежь потянется и все остальное разлетается правда вы ничего соберут тому что надо динозавр динозавр дракон конечно они хотят на улицу они уже немного привыкли больше гулять на крыше на крыше на улице поэтому сейчас не получится бросить их на сказать на производстве не получается нельзя кошки разберутся быстро поэтому так вчера вот еще два еще вечером два штуки прилетела по словам сестры я так понял это какие-то молодые вот один черный точно молодой а другой то ли красный то ли это сестра особо не разбирается и в общем не знаю ну вот закрывать возможности сейчас не не поднимать их но молодежь надо потихонечку поднимать как правило этот орел карлик он появляется у нас в августе месяце почему он появился в мае я сказать не могу как то так вот появился хорошую погоду вот он настырный ему ему как бы нет нет везет а вот пасмурную погоду как правило голубь его хорошо видит более-менее видит вот и в общем успевает он уйти голубь успевает уйти он не такой маневренный он за счет того что голубь его не видит складывается вот приблизительно принципе как в голубя и при большой скорости пикирования как вот сам сами вчера видели в ролике как получилось вот так вот он и бывает такое что забирает вот кто-то скажет голуби не те и все остальное этот хищник ему вообще ничего не страшно он не боится он даже с дерева у меня просто не получилось а снять тяжело снять вот такие моменты вот и сапсана и тетеревятника в общем атаки они происходят быстро молниеносные вот чтобы успеть вот так вот все снять чтобы кадр не не смазался все более-менее как бы было видно с этим очень все сложно очень много материала когда вот хищник бьет у меня просто не получается и рассказывать вот было так и так это как бы не особо интересно у всех она такое все бывает но всегда бывает по-разному поэтому вот такие вот дела получилось вот у него вчера так а это это еще много много чего я как бы не не успел снять вот и кое-что и не видел самого начала вот но он настырный он все равно приходит и атакует и атакует до последнего вот и он не боится вот что он там об землю разобьется и все остальное это не сапсан он принципе ничего не боится и не боится бить большую плотную стаю голубей тоже не боится у меня есть ролик вот он вылетает в кучу на канале был ролик не помню в каком году вот он тогда желтых двоих забрал в общем ему все нипочем так что ну вот как то так вот они вот это поразлетелось салатик поразлетелся но они все равно будут подходить вот малыш ходит и маленький смотрит смотрит на взрослых и будет потихонечку подбирать одуванчик он очень хороший там какие-то вот витамины есть можете сами почитать люди из него его сушат делаю чай из него пьют он там много витаминов в одуванчике именно лист одуванчик а именно лист вот вот такие малыши свеженький листик вот порезали как можно меньше они покушают пускай вот это вот все разлетела сейчас вот все чисто вот они в течение там часа вот будут лазить вот так вот собирать он где-то что-то поразлетелось он молодые ходят друг на друга вот собрались там он и смотрят кто что кушает вот и они как бы учатся молодежи как бы молодежь есть вот ну и им надо потихонечку круг узнать сапсан вот слава богу вот еще круг вот свой не не набил вот хотя в соседних поселках жалуются сапсан очень очень-очень сильно бьет голубей ну мне пока повезло пока вот этот вот хищник пока вот этот вот появился тервятника слава богу нет он ближе к зиме только появится я так думаю хотя ни в чем не уверен так что вот такие дела то что там многие сейчас будут писать это голуби такие что орел забирает вот это я знаю эти сказки и все остальное уже наслышан я показываю как есть такие голуби не такие вот и прикрыть сейчас вот вот ту четверку вот которая отлетала свыше трех часов до это еще и они еще не набрали такой игры чтобы их прикрывать они наберут еще порядком еще наберут чуть-чуть еще время наберут я не говорю что они будут летать там семь-восемь часов ну часа четыре вот желтые всегда летали 4 4 5 часов а за такой промежуток времени к сожалению их хищник находит и многие многие голуби просто до следующей весны они не доживут конечно тут надо надо будет кого-то может быть надо будет крыло порезать или верхнюю голубятню кто заслужил я вот знаю вот одна здесь голубка с синим колечком таким вот ну ее желательно желательно и у нее уже хорошая игра неплохая игра вот и она и летает и садится одна из последних вот наверное все таки ее может быть она заслужила там пускай в верхнюю голубятник пока у детей взять но остальных надо еще потихоньку гонять и малышей малышей поднимать так что всегда бывает по-разному сегодня полетели завтра не полетели если бы я делал как все правильно гонял бы по 3 по 5 штук но это другой разговор у меня другого выхода нет и возможности гонять раздельно у меня нету мне нету столько времени кто-то занимается голубят не своими делами дуркует он темновато там на яйцах на яйца дети все остальное вот такие вот малыши растут как-то так желательно бы им на улицу погулять чуть-чуть вот удочкой махнуть приподнять для здоровья для здоровья все это полезно даже не знаю чешка по моему вот этого залетала не знаю вчера я так и забыл про нее что она на крыше был думаю что она слетела домой в общем вот такие витамины можно конечно и крапиву можно и крапиву но крапиву они у меня к сожалению намного хуже кушают крапиву вот и крапиву я стараюсь заваривать делать отвар крапива очень очень даже хорошо очень пока вот есть возможность пускай она будет уже более менее жгучая такая немолодая старая но на отвар она пойдет вот два-три дня в неделю вместо вот чистенькой водички вот у меня сейчас здесь просто этот просто вода а так очень даже очень даже неплохо вот пока есть возможность некоторые люди вот берут и на зиму собирают и сушат ее вот и в корм добавляют сушеную вот минуты и и добавляют очень хорошо некоторые отвары делают зимой я вообще ничего не делаю то некогда то то лень бывает а это наша лень иногда приводит не хорошим последствиям все что с утра сделал это быстренько приехал помыл поимки поменял воду почистил вольер пошел собрал одуванчик вот по улице вот нарезал вот они вот кушают на этом все попозже конечно буду кормить нарезал мелко она вот все разлетается но ничего страшного малыш малыш жует потихоньку и так вот тоже малыш вот ходит смотрит я думаю вот они они учатся они учатся точно также должны и крышу знать и все остальные потихонечку 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 летать вот такой вот небольшой небольшой обзор вот этот вот вчера с белой башкой чуть не улетел не знаю когда он прогретил в толпу сел поэтому я особо не видел вольере конечно и себя чувствует хорошо нужно улица обязательно ну ладно ребята все такой утренний салат всем удачи ну и она без потерь